Комплекс «Горки Ленинский» был открыт в 25-й годовщине смерти Владимира Ильича Ленина. 6 февраля 1949 года музей впервые распахнул свои двери для посетителей. Тогда в его состав входила только усадьба, где жил и работал вождь Октябрьской революции. С годами коллекция музея пополнилась, а его территория значительно выросла. Теперь в комплексе можно познакомиться с историей, связанной с родом Спасителевых, госпожи Дурасовой, генерала Писарева. Но основная часть экспозиции рассказывает о быте Зинаиды Морозовой Лейнбот и проливает свет на домашнюю жизнь Владимира Ильича Ленина. Прежде всего дом музея Ленина в Горках, это самый наш первый музей. Потом к нему добавился дом крестьянина Шульгина, там сейчас музей крестьянского быта. В 1987 году был построен последний музей Ленина в СССР, вот это здание НКЦ, в котором мы находимся. В 1994 году к нам была перемещена коллекция музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле. И мы ее здесь восстановили, и теперь этот музей тоже входит в состав заповедника. За многолетнюю историю музей пережил и кризисные времена. В 90-е посещаемость горок начала падать, стоял вопрос о закрытии. В тот момент историческое место спасли выставки. Над их разработкой и организацией работал художник Сергей Чистов. Он вступил в штат сотрудников в 1985 году и по сей день занимается развитием музея. Музей приезжали, опечатывали. Коллектив в большей степени оказался невостребованным. Многие люди оказались невостребованными, потому что и посещение у нас упало. В большой упор в этот момент начали делать на выставочную работу. И благодаря, может быть, и этим тоже стараниям, и сотрудникам, которые принимали участие в этом, мы в какой-то степени вернули посетителей в музей. Одна из последних выставочных экспозиций, разработанная Сергеем Чистовым, приурочена к 75-летию музея. В стенах музея проводится выставка подарков, которые когда-то были вручены делегациями, приезжающими посмотреть на архитектурный ансамбль «Горки Ленинские». Медаль с изображением Дзержинского, фигура вождя на броневике, шахтерская лампа, переданная музею от радиозавода, и даже бюст Владимира Ильича, привезенный из Винницы, сделанный из рафинада. Все это благодарные гости и делегации отдавали в дар музею. Если в Виннице был сахарный завод, то мы получаем сахарный у Ленина. Если у нас гусь хрустальный, это столица стекла, то в подарок привозится от делегатов очередных хрустальная ваза. Над сохранностью музея ежедневно трудится штат из 130 сотрудников. В честь 75-летия Горок Ленинских им вручили благодарственные письма за многолетний плодотворный труд. После торжественной счастья и награждения состоялся концерт ансамбля русской песни. По случаю юбилея Горки Ленинский посетила Раиса Савельева. Более 20 лет она вела лекции об истории музея, которую знает из первых уст. В доме музея крестьянского быта жил и ее дед Василий Шульгин, который стал свидетелем появления первой лампы накаливания в Советской России или лампочки Ильича. Погасла лампа, керосин кончился в лампе. Бабушка принесла свечи, а Владимир Ленин горько посмеялся. У вас еще и света нет. 9 января было собрание, а 11 июля 2021 года, то есть почти через полгода, зажглась лампочка Ильича. Всего за 75 лет Горки Ленинский посетила более 15 миллионов человек. В 2022 году был установлен рекорд, когда в усадьбу пришло 200 тысяч человек. Но музей нацелен на новые достижения. В планах у нас развитие, увеличение количества посетителей, благодарных развития сферы гостеприимства всей территории. 75-летие – это еще один рубеж, который преодолел музей Горки Ленинский. Впереди новые экспозиции и непрекращающаяся забота о сохранности истории. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.